Ребят, ну вы меня строго не судите за то, что я выбрасывал мусор в окно. Помните, такие были большие телевизоры, а тележка у меня была с тремя колесами. Если будете сорить, смотрите, ребят, потом придется отрабатывать. Но я прошел и теперь я сортирую мусор. Ребята, всем привет! С вами я, Филипп Захаров. Усадьба 4 сезона. Сегодня у нас новое видео, новая тема. И тема очень важная, скажем так, социально ответственная. Сегодня я хочу рассказать, как у нас в усадьбе организован раздельный сбор мусора. Раздельный сбор мусора – это забота о планете, забота о будущем, о будущем наших детей. Это вносит определенные, конечно, сложности в работу, но это делать необходимо. Это не зарабатывание там себе очков. Я просто реально считаю, что нужно так делать, нужно делать первые шаги. Сегодня видео будет про то, как мы это организовали. Может быть, кого-то оно подвигнет тоже сделать новые шаги. И расскажу вам, как я работал дворником, как я работал уборщиком мусорокамер. И как я раньше мусорил, а теперь никогда не мусорим. И мы начинаем. Так, ребята, значит, что такое мусор? И что, почему вообще помойка становится помойкой? И почему он начинает вонять? Есть сортирование мусора, ключевая вещь. Как только мы отделяем пищевые отходы от всех остальных отходов, то мусор перестает быть помойкой. Поэтому первый шаг отделения пищевых отходов. Мы когда планировали, я посовещался с одним человеком, даже, скажем так, я с ним не совещался, он не подкинул эту идею, я начал анализировать. Первое дело, отделили пищевые отходы. Второе, отделили металл. Металл принимают. У нас на усадьбе мы металл отделяем. И сдаем его, даже не сдаем, а отдаем его сторожу из соседнего поселка. И он его возит на металлолом. Все, мы избавились от металла. Пищевые отходы мы отделили. Есть такой нюанс. Мы пищевые отходы отдаем все поросятам. И кости, мы их не можем туда отдать. И мы вынуждены еще кости отделять. Но это такой наш нюанс. А в принципе, просто можно пищевые отходы отделить. Металл отделили. Дальше пошло, поехали. Самый простой способ, это бумага, что-то связанное с деревом. Не знаю, то, что можно сжечь. Все это же мы отделяем. И это уходит на... Просто в печку улетает, и никаких проблем с этим нет. И остается два типа таких отходов сложных. Это стекло и пластик. На данный момент стекло и пластик мы в итоге все равно объединяем в мусорный контейнер и вывозим. Потому что пока я не знаю, как организовать переработку этого мусора. Но мы делаем первые шаги. Мы работаем только 8 месяцев. И если вы знаете, как утилизировать стекло, ну не просто бить его там кувалдой, а что-то надо с ним сделать. Не знаю, как-то раздробить. Не знаю, если вы знаете, напишите в комментариях. Может быть, какой-то совет. Я подумаю, мы что-то применим. Пластик просто мы ему спрессовываем, чтобы поменьше было. И в итоге все равно его выбрасываем через мусорный контейнер. Через оператора регионального, который вывозит по мусору. Что я хочу сказать этим. Мы в нашем масштабе не изменим сразу за один год, 10 лет ситуацию на планете. Но дело ведь в том, что все вот здесь вот, к нам приезжают дети. Они видят, что мусор сортируется, что это нормально, что так надо делать. И когда они станут взрослыми, они уже будут к этому относиться спокойно. И потихоньку, потихоньку новые поколения перейдут, я надеюсь, перейдут на сортирование мусора. Это значительно уменьшит количество мусора самого. И улучшит какую-то вторичную переработку этого мусора. Когда мое поколение было, когда я рос, вы знаете, я вам могу рассказать. Я был обычным подростком. Когда мне мама говорила выбросить мусор, несколько раз я выбрасывал пакет прямо в окно. Просто мне было лень. Это не потому, что я там негодяй. Или это просто такая работа сознания. Потом, когда мне стало 18 лет, я пошел работать. Я работал полтора года дворником и уборщиком мусорокамер. Вот после этого я никогда нигде не сорю. И мне кажется, вообще, такая у меня идея в голове витает, что если бы в нашей стране ребят молодых отправляли не в армию на полтора года, а отправляли бы на два месяца работать дворником, у нас была бы такая чистота везде. Вообще никто бы нигде не разбрасывал бумажки, не сорил, не бросал окурки и так далее. Но это все на самом деле вот здесь находится. Вот постихоньку просто перестраивается сознание. И ты начинаешь думать по-другому и действовать по-другому. Поэтому просто давайте вместе задумаемся. Давайте попробуем что-то сделать новое, то, что мы раньше не делали. И все вокруг будет меняться, все в наших руках. Теперь, как мы физически организовали сам сбор мусора, мы сейчас покажем крупным планом. У нас на территории стоят урны, где мы купили специально. Они стоят в три раза дороже, но это не принципиальные расходы. Урны, в которых мусор складывается по типу отходов. Бумага, стекло, пластик и металл, по-моему, так-то. А, допустим, для квартиры, для дома купить контейнер для сортировки мусора у нас в стране очень сложно. Очень есть и то, что возят из Европы, там очень дорогие, не знаю, там 15 тысяч ведро для сортирования мусора. Подобные цифры какие-то странные очень. Что мы сделали? Мы купили в сетевом магазине ящики для хранения, пластиковые. Они прямоугольные. Мы когда делали кухни, мы сразу запланировали, запроектировали кухонные ящики так, чтобы туда помещались эти ящики для хранения. И теперь они не для хранения, а для утилизации или для сбора мусора. У нас там четыре ящика стоит. На каждый ящик мы заказали наклейки. Это стоит вообще недорого. Не помню, там полторы тысячи или две тысячи стоило на всю усадьбу. Мы заказали наклейки разных типов с рисуночками. Бумага, металл, стекло, пластик. Еще мы заказали пищевые отходы и кости. Но это нам так нужно кости отделять, потому что мы не можем их поросятам отдавать. Пищевые отходы все люди привыкли всегда, что под мойкой открыл и туда выбросил. И там у нас стоит обычное мусорное ведро, на котором написано пищевые отходы. Но к сожалению, не все гости наши сортируют мусор, но постепенно, шаг за шагом, они будут замечать, дети будут видеть. И мы все будем играть в эту интересную игру по сортировке мусора, но она приведет в итоге к улучшению жизни на планете. Нельзя же все время, все время что-то ухудшать. Надо что-то начать уже улучшать. Такой вот сегодня рассказ про сортировку мусора. Если вы считаете, что надо сортировать мусор, ставьте лайк этому видео. Если вы знаете какие-то методики, способы, подскажите, напишите в комментарии. Я обязательно прочитаю, хочу, подумаю, может быть, что-то мы доработаем, докрутим. Ребята, ну вы меня строго не судите за то, что я выбрасывал мусор в окно несколько раз. Это было, во-первых, несколько раз, а во-вторых, я за это расплатился сполна. Я когда чистил мусорокамеры, я столько помоев перетаскал своими руками. Это была, знаете, как это такая вообще была морально очень тяжелая работа. Это были там 98-99 год. А в то время дворников не оснащали какими-то супер оборудованием. Мы использовали для вывоза мусора просто коробку от телевизора. Помните, такие были большие телевизоры. Сейчас плоские коробки, они не подходят. А тогда были хорошие квадратные телевизоры. Мы брали эту большую коробку, обвязывали ее сверху мешком, чтобы она, потому что там протекала вот эта вся дрянь, чтобы она не разваливалась быстро. И вот получалось как. Я брал эту коробку, нагребал, то ограбляли мусор. Это, ребята, вы не представляете, какая это работа. Это ужас. Я сейчас вспоминаю, думаю, как я через это прошел. Но я прошел и теперь ассортирую мусор. Вот. И не сорю. Брал эту коробку на пузо. Еще такой был старый дом. Мусорокамер находился в подвале. Это вообще кошмар просто. Потому что сейчас, как дворник делает, на греб в тележку и повез сразу. И он тут у него задача потом перевалить в мусорный контейнер. А я брал эту коробку, на пузо взваливал. И по лестнице из подвала с двумя поворотами, с двумя дверями поднимался. Потом встал на телегу, на тележку дворника. А тележка у меня была с тремя колесами. Потому что нам новые не покупали. У нас одно колесо. Мне досталось уже трехколесное телега вместо четырех. И ее вот так вот еще держишь, чтобы она не завалилась. Везешь на другой вокруг дома, на мусорный контейнер и там вываливаешь. В общем, вот такая вот работа. Это было мне, видимо, за то, что я мусор в окно выбросил. Вот если будете царить, смотрите, ребят, потом придется отрабатывать. Это очень такая... За все надо платить в этой жизни. Поэтому хочется вот реально просто давайте все вместе шаг за шагом. Как я люблю говорить. Будем делать хорошее дело. Будем меньше мусорить. Будем где-то за собой убирать. Где-то, может быть, еще мы увидели. Там вот мы сейчас ездили в лес. Видим пластиковую бутылку. Просто взяли ее с собой и уехали. По чуть-чуть каждый человек может изменить ситуацию вокруг себя. И будет вокруг все хорошо. А если все будут махнуть рукой, то и будет кругом свалка. Надеюсь, сегодняшнее видео принесет пользу вообще окружающим. И поэтому подписывайся на наш канал. Мы будем что-то делать полезное для всех людей, для гостей, для животных. С вами был Филипп Захаров. Усадьба 4 сезона. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok